Во времена Второй мировой войны Албания была вначале под итальянской, а затем и под немецкой оккупацией. Стали появляться партизанские, антинацистские и антифашистские отряды. В 1943 году все партизанские отряды объединились в Национально-освободительную армию Албании во главе с лидером коммунистической партии, которого звали Энвер Ходжа. В 1944 году Албания была освобождена от нацистов, и таким образом коммунистическая партия стала полностью контролировать власть в стране. Отмена феодальной иерархии. Равные права у женщин и мужчин, социальная политика – все это укрепило авторитет коммунистов, и поэтому у оппозиции не было никаких шансов завоевать народную любовь. Тем более, если у коммунистов лидер вот такой вот красавчик. Кстати, о нем. Энвер Ходжа родился в 1908 году, знал французский и турецкий языки. В 1930 году Ходжа учился во Франции, однако вскоре был отчислен. Был знаком с деятелями коммунистической партии Франции и Бельгии. В 1936 году возвращается в Албанию. Работает учителем. В марте 1938 года Ходжа прибывает в СССР. В Москве Энвер занимался образованием и переводами речей и книг Сталина и других советских политиков. Тогда он, кстати, впервые встретился с Сталином. Сталин тогда оказал на него настолько огромное влияние, что Энвер будет предан ему до конца своих дней. Когда Албания была аннексирована Италией, а это произошло в 1939 году, за несколько месяцев до начала Второй мировой, Ходжа не давали спокойно жить из-за его коммунистической деятельности. Благодаря помощи нескольких своих друзей Ходжа открыл небольшой магазинчик, который служил маскировкой его подпольной деятельности. В 1941 году он становится лидером Кумпартии, а затем в 1943 возглавляет национально-освободительную армию, которая объединяла все партизанские отряды в Албании. В 1944 году страна была полностью освобождена от захватчиков, и коммунисты стали полностью контролировать власть. Таким образом, Энвер Ходжа стал главой Албании. В 1946 году была утверждена конституция уже Народной Республики Албании, которая была во многом схожа на советскую и югославскую. Была установлена однопартийная система, были национализированы предприятия, а также насаждался культ личности Энвера Ходжи. Советский Союз оказывал огромную помощь Албании. СССР отправлял пароходы с оборудованиями и медикаментами. Конструкторы, геологи, учителя, врачи и различные специалисты приезжали в Албанию. Множество албанских студентов стали обучаться в советских вузах. Помощь СССР была настолько огромной, что даже сам албанский язык начал взаимствовать слова из русского. Однако недолго давали Народной Республике Албании спокойно жить. Еще во времена Второй мировой войны албанские коммунисты активно сотрудничали с югославскими коммунистами. Однако, сразу после окончания войны Албания попала в зону влияния Югославии, и из-за этого Албания могла стать Седьмой Республикой Югославии. В самой компартии Албании, которая называлась Албанской партией труда, были сторонники присоединения к Югославии во главе с Кочи-Дзодзе, что не нравилось Энверу. Из-за этого отношения между Иосипом и Энвером стали ухудшаться. Также в это время проходили переговоры между балканскими странами по поводу объединения в Единую Балканскую Федерацию. Если по поводу членства Болгарии и Румынии в Балканской Федерации было спорным моментом, потому что лидеры государств никак не могли прийти к общему мнению, а в Греции в это время проходила гражданская война, то по поводу Албании все были уверены, что она точно станет как минимум частью Югославии, если не Балканской Федерации. Потому что даже сам Сталин дал согласие на поглощение Албании и Югославии. В 1948 году произошел раскол между Югославией и СССР. Причиной этого стали разные трактовки идеи построения социализма. Были также и другие причины ссоры между СССР и Югославией, однако их я уже разберу в другом видео, посвященном Югославии. Но вернемся к Албании. В этом конфликте Инвер поддержал Сталина. В Албанской партии труда начались репрессии против сторонников присоединения к Югославии. Одним из самых ярких примеров является Коджи Цодзе, которого приговорили к смертной казни в 1949 году. Таким образом, Ходжи окончательно укрепил свою власть. Вообще, рассказывая про такую замечательную страну, не мог я не упомянуть Сигурими, которая являлась тайной полицией социалистической Албании и подавляла оппозицию. В 1951 году произошло бессудное убийство 22 представителей интеллигенции и предпринимательства, которые открыто критиковали коммунизм. Поводом стал взрыв советского посольства, к которому обвиненные не имели никакого отношения. После падения коммунистического режима их всех признают героями. Кстати, фактическим лидером в Сигурими был Мехмед Шеху, который был лучшим другом Энвера Ходжи и вторым человеком в стране. К нему я еще вернусь. Параллельно с репрессиями проводилась коллективизация. Причем она проводилась не сразу после установления власти пролетариата, а только спустя время. Из плюсов можно выделить то, что в стране также проводилась электрификация и индустриализация. В 1949 году страна вступила в Совет экономической взаимопомощи. В 1953 году умирает Сталин и к власти в СССР приходит Никита Хрущев. Поначалу Энвер Ходжи с подозрением относился к Хрущеву, так как подозревал его в заговоре против Сталина. Однако в целом отношения все по-прежнему дружелюбные. СССР все так же помогает Албании. Албания в 1955 году вступает в организацию Варшавского договора. Хрущев дает топовые советы по выращиванию кукурузы. Но тут резко появляется это. Великий наш Сталин! Энвер Ходжи, будучи ярым поклонником сталинизма, не принял разоблачение культа личности Иосифа Виссарионовича Сталина на 20-м съезде КПСС. В СССР и во всех странах Варшавского договора началась десталинизация. Во всех, кроме Албании. Между Хрущевым и Ходжи создавался конфликт. Албания начала сближаться с Китаем, у которого, кстати, тоже назревал конфликт с Советским Союзом. В это время в Албанской партии труда формируется оппозиция, состоящая из сторонников Хрущева, настроенных против Энвера Ходжи. И поэтому в Албании начался политический кризис, который приобрел название «Обманувшая весна 1956 года». Ходжи, объединившийся со своим другом Мехмед-Шеху и еще с несколькими политиками, провел репрессии против своих однопартийцев. Большинство политиков отстранили от своих должностей, а некоторых и расстреляли. В итоге Энвера укрепил свою власть, а отношения между Албанией и СССР обострились. В 1959 году Никита Хрущев лично прилетел в Албанию, однако восстановить дружеские отношения ему так и не удалось. Также не стоит забывать, что Албания в ссоре с Югославией, а с приходом Хрущева СССР начал восстанавливать отношения с Югославией, что Энверу, естественно, не нравилось. Все это привело к полному разрыву отношений в 1961 году, и вскоре Албания вышла из СЭФ и из Варшавского договора. Параллельно с этим Албания пошла в обнимку с Китаем, который уже поссорился с советами. Еще в этот период особенно усиливается давление на церковь. В Народной Республике Албании и до этого к церкви было крайне жестокое отношение, а после начала сотрудничества с Китаем оно только усилилось. Возможно, Энвер Ходжи вдохновился культурной революцией. В 1967 году был выпущен закон, запрещающий всякую религиозную практику в стране, как общественную, так и частную. Это касалось всех религий. Любая религиозная деятельность приравнивалась к антигосударственной. В связи с этим Энвер Ходжи объявил Албанию первым в мире атеистическим государством. Если в Советском Союзе полной ликвидации и запрета религии никогда не было, то в Албании вас могли расстрелять за крещение ребенка. Именно это и произошло с Штефеном Курти. Но вернемся к обсуждению союза Китая и Албании. Китай предоставлял Албании своих специалистов во различных сферах. Это, конечно, не такая помощь, которую оказывал СССР в свое время, но хоть что-то. Для Китая союз с Албанией был выгоден, так как при помощи Албании КНР могла влиять на страны Варшавского договора. Албанская спецслужба, то есть Сигурими, всячески поддерживала маосийские организации в Восточной Европе. Самый известный из них это нелегальная коммунистическая партия Польши во главе с Казимежем Миялем. А сейчас мы научимся решать проблему задолженности страны перед государствами. Народная республика Албания к 1968 году была близка к дефолту, и поэтому Энвер заявил, что Албания не будет выплачивать долги Турции, Греции и другим странам. Государство было полностью закрытым, а отношения со всеми странами Варшавского договора были ухудшены, за исключением Румынии. Молодец! В 1971 году Китай начинает налаживать дружеские отношения с Америкой, и вскоре страну посещает президент США. То, за что ранее Энвер Ходжи критиковал СССР, теперь применимо и Китаю. Отношения между Китайской Народной Республикой и Народной Социалистической Республикой Албании стали ухудшаться. После прихода Дэнсиопина к власти и проведения рыночных реформ, в 1978 году Албания полностью разорвала отношения с Китаем, и вместе с этим по стране прошлись волны репрессий, связанные с прокитайским заговором. Благодаря борьбе против США, СССР и КНР, и непримиримого противостояния Югославии, Албания была полностью изолирована от внешнего мира. Однако, начиная с 1981 года, страна вела тесную торговлю с Югославией, несмотря ни на что, и с государствами Варшавского договора. Также постепенно налаживалась торговля с Италией и ФРГ. К подобным ситуациям побуждала тяжелая финансовая проблема. Ну а теперь вернемся немножко к репрессиям. Помните, я вам говорил про лучшего друга Ходжи, Мехмета Шеху? В течение всего правления Мехмед поддерживал Ходжу, и отчасти, благодаря ему, в Албании проводились репрессии против оппозиции. Однако, из-за экономического кризиса между Мехметом и Энвером, был конфликт по поводу дальнейшего курса страны. Мехмед считал, что нужно налаживать отношения с Советским Союзом и КНР, а Энвер по-прежнему думал, что Албания должна быть изолированной. И тут, вдруг, резко, албанские власти объявили, что Мехмед Шеху покончил жизнь самоубийством. После самого качественного расследования на планете Земля выяснилось, что Мехмед Шеху был тайным шпионом Югославии и Италии. Работал на КГБ и ЦРУ одновременно. Хотел устроить контрреволюционный заговор. А также в своих пошлых мыслях хотел провести реставрацию капитализма. Помимо этого, множество однопартийцев, которые поддерживали Ходжу во время обманувшей весны 1956 года, были также репрессированы в ходе правления Энвера. Кого-то посадили, а кого-то и расстреляли. Наконец, с этим решили покончить. Группа Джефдета Мустафы, организация албанских антикоммунистов, решила убить Энвера Ходжа, проникнув тайно в Албанию, а затем восстановить монархию в стране. Однако, убить Энвера не получилось, так как Сигурими заранее знала о планах Мустафы. Вообще, вся эта авантюра с первых секунд знакомства кажется немного странной и необдуманной. Есть предположение, что Мустафа выполнял установки американских спецслужб. Или вообще, есть даже предположение, что убийство Энвера планировал его преемник, дабы побыстрее стать главой. В 1985 году Энвер Ходжи умирает, и первым секретарем албанской партии труда становится Рамис Алия. В первые сроки он продолжал политику Ходжи, однако в 1986 году была проведена амнистия для некоторых политических заключенных. Прекратились массовые репрессии и казни. Также Рамис начал налаживать отношения с другими странами. Начались переговоры о привлечении иностранных инвестиций, так как во времена Ходжи инвестиции являлись злом и были запрещены. Также прекратилось давление на церковь. В то же время в албанской партии труда из-за подобных реформ образовалась консервативная группа людей во главе с женой Энвера Ходжи, настроенных против Рамиса. Эта группа лиц осуждала перестройку в СССР и другие преобразования в Восточной Европе. Как вы знаете, в 1985 году, помимо смены власти в Албании, она также произошла в СССР. Политика Горбачева привела к падению коммунистических режимов в Восточной Европе. Подобные события будораживали Албанию. В 1989 году свергли лидера Румынию Чаушеску, который был достаточно популярен в Албании. Это и другие подобные события привели к массовым антикоммунистическим выступлениям, начиная с 1990 года. Алия подавлял демонстрации силой, но в то же время проводил реформы. Была расширена самостоятельность предприятий. Спустя время официально была провозглашена свобода вероисповедания, а также был разрешен выезд за границу, благодаря чему началась массовая миграция в Италию. Однако Рамис Алия долгое время не решался на многопартийную систему. И в декабре 1990 года началась массовая демонстрация рабочих и студентов. В итоге произошел переход к многопартийной системе, и новая оппозиционная партия быстро набирала популярность. В то же время Рамис Алия выводил консервативное крыло Албанской партии труда из партийного руководства, в том числе и жену Энвера Ходжи. Несмотря на реформы, массовые протесты продолжались. В 1991 году прошли первые выборы в парламент, благодаря которым Компартия имела чуть больше половины голосов. В этом же году Албанская партия труда была переименована в Социалистическую партию Албании и отказалась от идеологии марксизма-ленинизма и приняла программу демократического социализма. На Албанию стали распространяться международные стандарты прав человека. Сигурими отделялась от Социалистической партии. Также была изменена Конституция страны, и теперь Народная Социалистическая Республика Албания стала просто Республикой Албании. Рамис Алия превратился из Генерального Секретаря в Президента. Однако все эти реформистские решения для протестующих казались обманом, дабы укрепить власть. В 1992 году, когда в Европе уже все коммунистические режимы пали, в Албании Социалистическая партия и Рамис Алия все еще находились у власти. Вскоре все-таки правительство решило провести досрочные выборы в парламент, и социалисты проиграли оппозиционной партии. Вскоре сам Рамис Алия решил уйти в отставку. Итого, последний коммунистический режим, если не считать Югославию, пал в Европе. На сегодняшний день Албания остается одной из самых беднейших стран Европы. В то же время она состоит в НАТО, хочет вступить в Европейский Союз, а также имеет безвизовый режим с Европой. После свержения коммунистов, многих членов бывшей Албанской партии Труда посадили в тюрьму. Однако сама Социалистическая партия недолго оставалась в тени. В 1997 году произошли массовые протесты, вызванные экономическим кризисом и крахом финансовых пирамид. В результате президентом государства стал член Социалистической партии, и эта партия получила большинство в парламенте. Лишь в 2005 году партия потеряла большинство в правительстве, но при этом она и сегодня является довольно влиятельной. Хотя, в отличие от Албании-Энвера, на сегодняшний день от нее остались только бункеры. Кстати о них. В течение всего существования Народной Социалистической Республики Албании строились бункеры. Всего их было построено около 60 тысяч штук. Один бункер рассчитывался на 4-х человек. Отсюда и пошло много шуточек про Албанию касательно бетона и бункера. Столь огромное количество этих прекрасных построек было обосновано тем, что Албанию везде окружают враги, которые хотели захватить этот райский коммунистический уголок. Чего один тайный агент, работающий на все страны мира, стоил. На дорогах не было указателей на населенные пункты, дабы в случае вторжения запутать врага. Забавная религиозная ситуация сложилась в Албании. Несмотря на активную борьбу с религией, на сегодняшний день албанцы являются очень религиозными людьми. Причем больше половины это мусульмане, чуть меньше это католики и православные. И лишь 5% людей атеисты. В Социалистической Албании обожали Сталина и его правительство. Даже после ссоры с Советским Союзом. Когда Сталина вынесли из мавзолея и закопали у Кремлевской стены, Энвер Ходжи официально обратился к СССР передать тело великого гения Албании, дабы захоронить в тиране с соответствующими почестями. В 1986 году в СССР умирает Вячеслав Молотов. И поэтому в Албании был объявлен траур. Сталину стояло много памятников, которые в 90-е были снесены. Во времена социалистической Албании для жителей страны были как плюсы, так и минусы. Работавшие 15 лет на одном заводе могли покупать лекарства с 50% скидкой. Транспорт к месту работы был бесплатным. Имели право на ежегодную бесплатную путевку на курорты. За рождение первого ребенка увеличивали зарплату на 10%, второго на 20%. Более доступны бесплатные медицины и образования. Пенсионный возраст был таким же, как недавно установленный в нашей стране. То есть женщины с 60, а мужчины с 65. Если в семье умирал человек, то его пенсия или зарплата выплачивалась ежемесячно родственникам. Когда в социалистической Албании наступил кризис, инвер, вместо того, чтобы сокращать зарплаты рабочим и уменьшать социалочку, он понижал зарплату чиновникам и таким образом экономил деньги. Хотя все-таки стоит учитывать, что жизнь членов партии и сотрудников Сигурими была намного лучше обычного жителя. При этом гражданам социалистической Албании запрещено было владеть личным автомобилем, пианино и магнитофоном. За слушание западной музыки получали твремные сроки. Заглушались иностранные радиопередачи. Из страны вообще выехать невозможно. За любую религиозную деятельность можно было сесть в тюрьму или получить пулю. Нельзя было свободно передвигаться по территории страны. Партия контролирует литературу и искусство. Людей сажали в тюрьму иногда за действительно глупые обвинения. Фадиль Пачраме, председатель Народного собрания Народной республики Албании. Он был организатором музыкального фестиваля, где исполнялась бит-музыка. За это его исключили из партии и посадили в тюрьму на 25 лет. Во время албано-советской дружбы, после окончания советского вуза, многие албанцы возвращались на родину со своими русскими женами. После албано-советского раскола русские женщины оказались полностью изолированы от СССР. Русских женщин обвиняли в шпионаже и поэтому их сажали в тюрьму на 15-20 лет. Поэтому я решил вам задать очень важный вопрос. Как вы считаете, что лучше? Страну с потрясающей социальной политикой, но при этом государство будет ограничивать вашу личную свободу. И поэтому вы в любой момент могли оказаться за решеткой. Или же государство, где уважаются ваши права и свободы, где вы можете свободно перемещаться, делать все, что захотите, но при этом государство никак не будет вмешиваться в экономику. И вам придется заботиться о себе самостоятельно. Расстрелять!